Всем привет, я Димон, а вы на канале Автогода Лайк. Сегодня говорим про Kia Rio X 22 модельного года. Код назад мы показали ролик, в котором перечислили все обновления модели. В 22 году тоже произошли некоторые изменения, о которых мы поговорим попозже, а сейчас о технических характеристиках. CrossHatch – самая популярная в России версия семейства Rio. Rio X предлагается с двумя моторами и передним приводом. Оба двигателя – рядные четверки. Первый – 1,4 MPI, мощностью 100 л.с. и 132 Нм крутящего момента. Разгон до 100 – 12,6 с механической коробкой и 13,4 секунды с автоматической. В среднем расход топлива составляет 6 литров на 100 км пробега. Второй мотор – это 1,6 MPI, выдающий 123 силы и 151 Нм момента. С механикой автомобиль разгоняется до 100 км в час за 10,7 секунд. С автоматом – за 11,6. Потребляет этот мотор в среднем на 0,5 литра топлива больше, чем 1,4. Как вы уже поняли, коробок передач на выбор две. Шестиступенчатая механика и классический автомат. Такие связки коробок и моторов хорошо зарекомендовали себя на рынке, как надежные и неприхотливые. Что касается геометрических характеристик, они перед вами на экране. Длина 4,27, ширина 1,75 и высота 1,53. Дорожный просвет составляет 190-195 мм в зависимости от радиуса дисков. На автомобиль устанавливаются 15 или 16 диски. По сравнению с седаном Rio, клиренс больше на 35-40 мм. Шины такого размера без труда можно найти у Кордиан. Это российский производитель с заводами в Ярославле и Омске. Кстати, можете посмотреть сюжет о поездке в Ярославль и на завод в том числе у нас на каналах. При производстве летних шин Кордиан используются три основные технологии – Wet-Core, Dry-Core и Flex-Core. Все это значит, что автомобиль хорошо держит дорогу на любом покрытии, хорошо отводит воду из пятна контакта и не теряет сцепление, даже если покрытие дороги резко меняется. Но вернемся к нашему кросс-хэтчу. Визуальные изменения – это новый логотип и цвет. Liquid Sand – бежевый металлик. Что касается изменений в комплектациях, то Lux получил апгрейд в виде мультимедиа-системы. Какие возможности дает нам эта мультимедиа-система? Давайте изучать. Базовые вещи типа телефона и Bluetooth, конечно, присутствуют. Есть возможность записать голосовые заметки. Не знаю кто как, а я голосовыми заметками периодически пользуюсь, когда в дороге пришла интересная мысль и ее нужно срочно записать. Также можно гибко настроить эквалайзер. Благодаря такому экрану появилась возможность отображать камеру заднего вида. И она тут хорошая, с динамической разметкой. Но что самое главное, тут появилась возможность подключения CarPlay и Android Auto, даже без провода. И как мы знаем, эти интерфейсы существенно расширяют возможности мультимедиа-системы. Тут вам и Яндекс.Навигация, и музыка, и мессенджер с голосовым набором, и информационные сервисы. То, что надо. Что в целом можно отметить в салоне Rio X. Эргономика продуманная. Кресло удобное и как спереди, так и сзади. Руль регулируется. Приборка отлично читаема. В старших комплектациях есть полный набор зимних опций. Таких, как подогревы всей поверхности лобового стекла, руля всех кресел и зеркал. Задние сиденья складываются в пропорции 60 на 40. Увеличивая пространство багажника с 309 литров до 1075. Но ровного пола, к сожалению, нет. Погрузочная высота 72 сантиметра. Вот такой он Kia Rio X. Что думаете, пишите в комменты. А я пока напомню, что вот уже 22-й год подряд мы, благодаря вам, выбираем лучшие автомобили года. Заходите на сайт автогода.ру, голосуйте за любимые автомобили. И получайте возможность выиграть ценные призы и Kia K5. С вами был Димон. Всем пока.